итак всем доброй ночи или еще пока вечера дорогие друзья я сегодня хочу подарить вам замечательный ритуал снятия с глаза и назвала я этот ритуал дуся маруся до варвара и совершенно не случайно объясню сейчас почему и о чем речь для начала хочу вам сказать все те кто хочет понять как создаются ритуалы к ким не приходит почему кому-то дано создать а кому-то нет почему даже самые грамотные слова написанные якобы как ритуал могут не сработать и абсолютно никак не помочь очень простые слова могут спасти жизнь почему должно быть разрешение у человека который создает эти ритуалы иначе ничего не получится и так далее поэтому откройте сначала мою лекцию называется тайны заговоров я посвятила аж несколько эфиров чтобы объяснить как появляются заговоры как они создаются каким образом хочу вам сказать сейчас кратко что заговоры созданные новые заговоры ведьмами делится на три части каноническое активация ключа и авторская они все авторские но делится на три части каноническое это когда есть обращение к этим сущностям то есть не ты одна говоришь об этом не ты одна знаешь но есть твоя версия такого-то заговора то есть это твоя версия вот есть несколько различных там предположим работ но твоя версия вот такая ты берешь тот же самый призыв духов потому что она сильные тысячелетиями и создаешь на основе свою версию на основе классики создаешь свое соблюдая все законы магии 2 активация ключа когда есть какая-то часть заговора какие-то ритуалы какие-то малые большие заговоры и так далее но нет активации ключа то есть они не рабочие но ты понимаешь как профессионал что можно сделать чтобы этот ритуал стал рабочим то есть берешь за основу этот ритуал добавляешь свою работу добавляешь туда активные ключи и он срабатывает и ты говоришь дорогие друзья вот есть несколько версий этого ритуал это или этого заговора вы можете увидеть где-то еще но я взяла за основу этот ритуал активизировала сделала сильнее и дарю вам чтобы оно сработало и третий вариант авторский именно авторские вот это еще называется они как бы нововведение новшества это когда ритуалы например обращение к богам обращение к демонам и определенным силам которым никто не обращался и не знал их особо кроме тебя это абсолютно твоя работа то есть полностью с нуля это твое нет ни версии не активации ключей это твое со своими ключами с призывами и так далее теперь когда я вам дарю ритуал я всегда говорю есть несколько различных вариантов такого ритуал это мой вариант либо я взяла за основу старинное поверье или какой-то старинный заговор и сделала по-своему уже с ключами либо это чисто мой труд и он абсолютно авторский с ног до головы правильно потому что чего у меня нет никаких врагов успокойтесь у меня врагов не это не враги это шавки враг это тот который может тебе навредить делом работой быть сильнее тебя умнее тебя вот это враг а это шавки просто шавки которые тявку это абсолютно наплевать так вот если человек который создает ритуал и заговоры отходит от канонов абсолютно то эти ритуалы заговоры могут не сработать для этого он должен соблюдать законы и каноны теперь смотрите великие поэты которые писали вот пушкин да например возьмем пушкин первые его стихи первое время его произведения напоминали значит байрона его любимого поэта байрона напоминали по стилю байрона пока он не стал не нашел именно свой стиль но изначально его стиль напоминал его любимого обожаемого байрона о чем это говорит это говорит о том что дорогие друзья есть определенные законы каноны как в литературе как в поэзии как в магии которые перешагивать нельзя если ты создаешь например от сглаза до народными методами либо ты берешь этническое какое-то поверье и создаешь на этой основе абсолютно свое либо ты берешь уже версию созданного усиливаешь и создаешь на этой основе свое и так далее люди которые никогда ничего не создавали они никогда не поймут что значит создать свое они никогда не поймут они будут рыскать искать там похожие слова, знакомые выражения для того, чтобы принизить твою работу, для того, чтобы, скажем, опорочить тебя, выставить в плохом свете. Но тот человек, который творец, человек, который понимает, что такое творить, что такое создавать, что такое взять за основу нерабочие ритуалы, просто ритуалы народные, ни о чём, и на этой основе создать сильную работу, взяв за основу это, взяв эту идею, вот эти люди, они поймут всегда того, кто создал. Чтобы оценить труд другого человека, надо самому быть одарённым. Когда ты бездарь, когда ты абсолютно бесполезное существо, ты будешь рыскать, чтобы найти какие-то схожие слова и обвинить человека в чём-либо. А ведь схожие слова – это нормально, потому что магия имеет свои каноны, это каноническая магия. Если в каком-то ритуале призывается некая сила, и в твоём ритуале тоже призывается, это нормально, потому что там свой призыв к этой силе, здесь твой призыв к этой силе, основанный, опять же, на канонах и законах. Итак, делится на три части. Каноническая – это несколько версий одного ритуала. Вот это твоя версия, это народная версия, это версия какого-то ещё кого-то, неизвестно кого. Это каноническая. То есть ты берёшь каноническое, ты берёшь классический вариант и создаёшь на основе своё, более сильное. Второе – активация ключа. Когда ты понимаешь, что вращение к этим силам, оно неактивное, и там нет ключа, и ты берёшь те же самые силы, оставляя заговор и ритуал, оно тебе не надо. Но точно такой же призыв к этим силам создаёшь уже с активным ключом. И третье – от иду авторское. Это основаны на этнических поверьях, это основаны на религиозных традициях, это основаны на каких-то рассказах, легендах, эпосах и так далее. Или абсолютно на, скажем, как называют мифологией, а я считаю, я называю теологией. Или на жизни описания определённых сильных людей, основаны на сущности ведьм, колдунов, основаны на рассказах о богах, о сущностях, о демонах и прочее, прочее. То есть я надеюсь, вы меня поняли. Так что, дорогие друзья, только тот, который никогда в жизни ничего не создавал, он считает, что если ты берёшь похожие слова и похожих сущностей и создаёшь на основе своё, значит, есть какое-то великое преступление. Так будет считать любая бездарная тварь. Потому что бездарная тварь никогда ничего не создавала. Помните, когда я купила квартиру 40 минут от Москвы? Выставляли, высмеивали, ой-хе-хе-хе, это же не в центре Москвы, это 40 минут от Москвы. Так высмеивали люди, которые в своей жизни даже сигареты за свой счёт не покупают, да, у кого-то просят. Так вот, но моя цель была не жить в этой квартире, моя цель была утвердиться в Москве. Потому что мне нужна была московская прописка для того, чтобы перевести свои документы сюда, для того, чтобы налоговое сюда перевести и создать. Я это сделала. После чего, благодаря тому, что я получила прописку, я смогла спокойно пойти сдать здесь на права, не поехать в Волгоград там сдавать, потому что по закону я должна сдавать там, где прописано. Потом, благодаря этой прописке, я перенесла все документы сюда, смогла спокойно работать. А значит, уже пользуясь льготами москвича, смогла спокойно, значит, издать свои книги и так далее. И в итоге я просто купила огромный дом и живу в таком простроре, но моя квартира осталась, и не только дом, да. О чём это говорит? Что человек, который никогда ничего не создавал, он никогда не поймёт, что такое создать с нуля, с малого, подниматься до большого, понимаете? Вот высмеивать. Ой, квартира, она же не в центре Москвы. Ха-ха-ха-ха-ха. Но у меня было намерение, у меня есть сын. Я для своего ребёнка создаю, и я постепенно поднимаюсь для того, чтобы одна возможность открыла за собой другую возможность. И постепенно поднимаюсь. Вот точно так же и здесь. Высмеивайте или говорите о том, что если в моём заговоре есть те же самые сущности, что, например, в других заговорах существует, это говорят люди, которые никогда ничего не создавали. Это нормально. Ещё раз говорю, на три части делятся ритуалы, заговоры, созданные человеком. Каноническое, когда ты берёшь за основу уже созданное, делаешь свою версию, свой вариант более сильный. Значит, активация ключа, когда ты берёшь тех же самых сущностей, обращения, но делаешь на этой основе своё, с ключом и сильное отдаришь людям. И абсолютно авторское. Это когда полностью основаны на поверьях, на каких-то этнических вариантах, на рассказах и так далее, и так далее. Или данные тебе, например, из мира духов, ты создаёшь полностью своё, которое вообще ни на что не похоже. И первый вариант, и второй, и третий имеют право на существование. Они все нужны, дорогие друзья. Все эти три варианта есть. И тот человек, который рыщет, чтобы найти какое-нибудь схожее слово и в чём-то меня обвинить, это те люди, которые в жизни никогда ничего не создавали. Они понятия не имеют, что такое создавать. Понимаете? Теперь продолжим. Сейчас, секунду. Вот сегодня я хочу вам подарить ритуал, который называется Дуся, Маруся и Варвара. Вот эти три персонажи очень часто появляются. Вообще, я вывела на свет Божий, я вытащила те персонажи, те духи, сущи, о которых мало кто знал или не знал вообще. Например, Анея, например, Дед Сидор, да? Например, Ведьма Варвара, Соломонидушка, которая очень многим помогла. Кстати, я хочу сказать, Ведьма Соломея. Дух черного кота, который на самом деле не есть именно черный кот. Но я объясняю. Откройте мою лекцию про, скажем так, тайны заговоров и узнайте. Так вот, кто такие Дуся, Маруся и Варвара? Есть определенные заговоры, где часто упоминаются три ведьмы. Либо, говорят, три ведьмы, либо три дочери, три такие-то, три силы, три бабы, три девки и так далее. Согласно славянским вообще поверьям, у одного панамаря Луки было три дочери. И все эти три дочери были ведьмой, шептуни, колдуни, которым ходили люди и получали исцеление. У меня были отрывки вот этих фраз. Понимаете, я нашла отрывки этих фраз, когда еще изучала народное творчество и прочее-прочее, изучала в университете. И вот эти отрывки фраз про трех ведьм, там, Дуся, Маруся и Варвара, я слышала, но там полностью не передается, к сожалению. Там передается кусочками, частицами. Например, один из этнологов, великий такой этнолог своего времени, Сахаров, который очень много написал, он тоже упоминает вот кусочками. Он же там не говорит, он же не создает книги магии, он всего лишь говорит об этнологии, о природе происхождения, таких ритуалов, заговоров и прочее, прочее. То есть, полностью найти информацию про этих трех ведьм, конечно, очень сложно и практически невозможно. Но поскольку были определенные фразы, я поняла, в чем дело, о чем речь и про что вообще там сказано. Я с этими мыслями легла спать и во сне мне снятся три женщины в кокошниках, очень роскошные, красивые, с такими роскошными русами-косами, знаете ли, и в руках держат воду, значит, эти свечи, огонь, соль, землю и так далее. И показывают мне этот ритуал и вот эти слова. Дорогие друзья, знаете, что я хочу вам сказать? Я просто вот поражаюсь иногда и мне кажется иногда, что вот эти ритуалы, многие ритуалы, которые я создаю, что они не то, что созданы, они были тысячелетия назад, но они потерялись, никто их не знает, не видел, не читал. Может быть, я это допускаю. Я такие сны часто вижу, многое мне через сны передается. и вот воссоздают просто тот ритуал, который, скажем так, может быть, там лет 500 назад был и пропал. И вот мне показывают эти три женщины и говорят эти слова. И эти слова очень складные. Понимаете, они настолько складные, настолько... Я проснулась, много раз было так, когда я просыпаюсь, бегом просто бегу, ищу вот любую бумажку, что-нибудь, быстро это пишу, и у меня с головы это улетает. Я в последнее время стала рядом ложить телефон, потому что у меня есть в телефоне чат, там идеи, написано, мои идеи, что я хочу делать, что я должна снимать. И если я не успеваю записывать, например, я просто включаю голосовое и сама себе, например, на второй номер отправляю эти слова, быстро-быстро говорю, отправляю, мне с головы это вылетает, все, ушло. Я понимаю, что это мое, но оно ушло. Если я еще минуты-две подумаю, оно уйдет, вот это видение, все. А потом просыпаюсь, включаю, несколько раз переслушиваю, пытаюсь вспомнить, что там говорили, что показывали, восстанавливаю и пишу вам ритуал. Это говорит о том, что вот эти ритуалы именно поэтому и работают, что они даются вам из мира духов. Понимаете, они даются из потустороннего мира вам. То есть вот я мучилась, думая, что за ритуал, о чем там речь, что же Дуся, Маруся и Варвара, как можно использовать, что они могут делать, каким образом создать этот ритуал. И мне во сне просто они показали весь ритуал и слова сказали. Я просто взяла, записала и уже улучшила, там добавила, что нужно. И вот вам, пожалуйста, ритуал снятия с глаза. Если вы удачно торгуете, потом в какой-то момент это перекрывается. Если у вас все хорошо, а потом ни стало, ни сего начинаются какие-то проблемы, то с налоговой, то еще какие-то проверки, то еще что-то там такое. Если у вас все было хорошо, вы пошли там погуляли, одеты, радостные, вернулись домой, и вы очень плохо себя чувствуете, голова кружится. Если у вас ребенок всю ночь не спит, плачет, капризничает, просто катается по полу и так далее, это сглаз. Что такое сглаз? Почему в древние времена люди там надевали что-нибудь сверкающее? Я вам объясню. Сглаз это резкий посыл, то есть вот это резкий энергетический удар, когда человек резко на тебя смотрит, и вот эта энергия, злая энергия из глаз этого человека бьет по тебе. Ну, если уж так, по-восточному, по чакрам. Бьет по основным путям, которые отвечают за благополучие, за здоровье и так далее. И вот именно поэтому вешали на детей, вешают все эти бусинки, чтобы человек, который резко посмотрит, чтобы его взгляд сначала упал на этот сверкающий предмет. Сколько раз у вас было в жизни, когда приходили домой, ой, какая красивая ваза, ой, где вы купили, ой, какая красота, ой, ой, вот это вот, ой, как хорошо, ой, вот это и так далее. А потом через минут 20, как человек ушел, ваза упала, разбилась, как будто ее толкнули. Или человек пришел, ой, как хорошо все, у вас тут ремонт, как все прекрасно, а потом раз и залило ваш ремонт, понимаете. Или ой, как хорошо у вас продается, как все вот это самое, а потом раз и перекрыли, там построили какое-то новое учреждение, и вот вы больше продавать не можете ничего. И так далее. Вплоть до того, что компьютер ломается, вплоть до того, что вот пришли с мужем, с женой там, выпили тосты, будьте счастливы, какая вы хорошая семья, вы как любите друг друга, и так далее. И ушли, и вы с мужем, с женой так пересрались, разбили все дома, там на следующий день сидите и думаете, а что случилось, почему у нас такая злоба была, что, что, из-за чего. А потому что с глаз, вот этот вот посыл, энергетический, полный ненависти, он может очень много испортить. Он может довести до аварии, до чего хотите. Так вот, один из моих ритуалов от злого, сейчас, от черной зависти, он очень сильный. Но это тоже по силе не уступает. Так вот, как только вы чувствуете, что начинается внутреннее трясучка, у нас внутри есть некое, называется, богов в человеке, когда наши стражники вокруг пытаются нас, значит, предупредить, что у нас что-то неладное, понимаете? С глаз. Вы яркая женщина, будет с глаз. Вы сильная личность, будет с глаз. Вы добиваетесь всего, будет с глаз. И так далее, и так далее. Иногда с глаз тормозит просто, вот тормозит все, и вот вроде все шло, 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 и все хорошо, и ритуалы работали, и деньги пришли, и вот вы ремонт сделали, и это сделали, машину купили, и все хорошо, а потом раз, и все тормознулось. Что-то вот хреново. Каждый раз меня не спрашивайте, один раз поймите, и, наконец, усвойте. Если у вас все начало меняться в лучшую сторону, обязательно вам позавидовали. Это нормальное явление. Даже близкие люди. Есть люди, которые глазливые, не по злости своей. Мама моя такая. Она не потому, что она плохой человек, или она за меня не рада. Нет. Но если я сказала что-нибудь, мам, ты знаешь, вот у меня вот скоро вот это будет, все это перекроется и закроется. Пока я не сниму, не начитаю, даже я. И это не откроется. Особенно глаз от близкого человека, сглаз от родного человека по крови, это вообще трындец. Мама. Многие мамы могут так сглазить. Сказали маме, что-нибудь поделились, все, пиши, пропало. Поэтому заранее матерям даже не говорить. Они своей радостью, вот этим вот, ой, как хорошо, ой, наконец-то, ой, как вот, ой, я как рада, ой, как мне стало хорошо. Все. Через течение нескольких дней это все закончится, все закроется, все перекроется и ничего не откроется. Итак, то, что мне показали эти три ведьмы, вот вам и перетаю. Берете землю или песок, потому что земля в одном случае наносит вред, в другом случае земля как бы обнуляет все, что на вас было. То есть поглощает, забирает недра земли. Соль. Здесь морская соль. Я, конечно, с морской солью редко работаю. Почему? Потому что, во-первых, там добавки какие-то химические бывают, но здесь нету, в принципе. Хотя это не столь важно. И, во-вторых, морская соль, она насыщена йодом, и от нее запах такой терпкий идет, прям сильный, что к концу ритуала у тебя уже голова кружится. Она же, морская соль же, она вообще очищает нос, проникает даже до мозга, понимаете? Поэтому редко, но бывает иногда с морской солью работаю. С морской солью сильнее получается, но с ней, она сволочь такая, прям едкая, что вот тяжело с ней работать, но она лучше снимает, я вам скажу. Итак, значит, морская соль, земля, вот горсток соли, здесь, в принципе, подождите секунду, сейчас она не держится, одну секунду. Значит, берете и ставите свечу, как, знаете, как, вот плохо звучит, но как могильный холмик, то есть вы оплакиваете, вы зарываете, закрываете эту зависть, его символически, как могильный холмик, вот так делаете, из земли, из соли. Значит, зажигаете эту свечу, берете энное количество свечей, здесь невозможно сказать, сколько раз надо делать, делайте столько раз, пока вам не станет легче, пока не станет лицо гореть, пока не начнут трястись руки, ноги, и как это почувствовать, значит, докапайте последнюю свечу и остановитесь. Берете некоторое количество свечей, вот так вот катайте по рукам, потому что здесь энергетические центры ваши, это ручка моя, энергетические центры, и оно поглощает вот все то, что вам мешает, вы же через руки берете деньги, понимаете, руками отдаете, руками берете, вот эти места, как бы открывайте дорогу к деньгам, здесь больше от сглаза, чтобы дома не ссорились, чтобы деньги снова открывались и так далее, и так далее. Итак, смотрите, вот все это нужно использовать, если вы не докапаете все, то вынесите вместе со всем этим, эти свечи в том числе, их не сохраняйте и в других ритуалах не используйте, потому что они забирают отрицательную энергетику. и так. Слушайте, не надо мне отвлекать, меня не интересует, где ваши доллары, проверьте своих домочадцев, это что-то вообще такое. Сейчас буду сидеть про ваши доллары думать, где они, чего с ними. Так, вот таким образом, скатываем, сейчас я чуть, да, вот чтобы было видно, что я делаю. и так. Все, разложили сюда, зажигаем эту свечу, она должна догореть до конца, потом это вытащите, светильник, да, подсвечник, агарок оттуда можете вытащить, или если она догорела, так и оставьте, ничего страшного, но подсвечник можете забрать обратно, естественно, его выкидывать не надо. Так, зажигаете и начинайте. Читаете, капая на соль и землю, просто докапывайте. Еще раз говорю, столько раз, пока вы не почувствуете дрожь, или как будто у вас, знаете, вас как будто за уши поднимают, что-то вытаскивают изнутри. Когда это почувствуете, последнюю свечу докапывайте, и все. Я вам передаю свое, созданное, точнее, переданное, именно теми тремя ведуньями, ведуньями, шептунями, о которых я так хотела снять. Вот они пришли и сами рассказали о себе. Итак, начнем. Сейчас, секунду. Открою. Желательно светлые, потому что темными свечами в этом ритуале не очень нужно, чтобы распознать и понять, насколько много черноты, лучше светлыми. Нет, парафиновыми капать нельзя, и не вздумайте, потому что только воск очищает. Понимаете? Так. Ну, вот оно же белое, это белые и есть свечи. Вот они. Но не парафиновые, восковые. Или сделайте сами, можете сами делать. Вот так капаем. Если будет тухнуть свеча, это значит сильный сглаз. Ничего страшного, делайте по-новой. Но человек, который намеренно, например, ненавидел или проклинал или что-то желал за спиной, не завистливый сглаз, вот у него. А именно вот он намеренно это сделал. У этого человека, этот человек может и заболеть. Можете услышать, что заболел человек, кто-то там по работе или еще что-нибудь. Понимаете? Себя можно сглазить, если поделиться удачей не с тем человеком, который тебя рад. Итак, начнем. Так, ты что ж такой? Вот оно здесь. Ну прям да. Столько всего, что аж искать надо. Во, все, нашла. Давайте-ка я это докапаю. Вот так вот. Читайте, докапывайте. Неважно каждый раз, сколько свечей вы докапываете. Оно будет переходить на соль и землю. Постарайтесь эту свечу не задеть. Потом вот так вот потушите. Мой вам совет, всегда держите у себя рядом воду в какой-нибудь емкости. Вы все-таки имейте дело с огнем. А если у вас очень сильная вещь, а огонь может быть очень злой и агрессивный. Бывали случаи, когда прям вспыхивало. Поэтому на всякий всегда держите воду. Мало ли что, залейте и все. Ничего страшного, по новой начнете, зато спасете там окно от огня. Итак, начали. Шли по темной тропе да через перекресток Дуся, Маруся да Варвара, три дочери Луки и Панамаря. Три ведуни, три колдуни, три шептуни. Дуся с глаз заговорит да речи. С глаз злой завистливый, зеленый черный, от страстного, от злобного, червонного и темного. Сгинь да уйди. Ваше имя. Ну, я свое произнесу. Ингу освободи. Маруся нашепчет. Зависть людская от Инги сойди на воск впереди. Слезами воска капай в огне сгори. Завистливый глаз сомкнись да помри. Варвара скажет да прикажет. Порчи, корчи, уроки да призоры. С Инги сойдите, на соль перейдите, в землю уйдите, а Ингу от сглаза дурного освободите. Три сестры, три ведуни, три колдуни, три шептуни, Дуся, Маруся да Варвара, три дочери, Луки и Панамаря. отчитали, отшептали, с меня с глаз злой сняли, а вселенная им в этом деле в помощь. Заклято. Между прочим, холодит лицо. Прям голова холодит и так далее. Вот они сами и передали Илона, Дуся, Маруся и Варвара. И я решила вам передать. Так, вот докапала. Видите, какая злая свеча, и она прям коптит. Вот если вы посмотрите, смотрите, смотрите, как коптит. Вот такое ощущение, как паровоз. Хотя это чистейший воск, это чистый воск, он без примеси, без ничего, но так коптит, что это трындец. Так. Значит. Следующий берем. Диана, между прочим, тебе можно это делать, потому что у тебя тоже начался такой период сглазливый и остановилась немного. Знаешь, Илона, если у тебя открыто видение, если у тебя открыт портал, если у тебя открыта связь с миром духов, и ты что-то хочешь, они слышат и приходят, и тебе показывают наиву, идеями какими-то, во сне, ну как угодно, понимаете. Потом даже люди, которые хотят какую-либо тему, я раз взяла, понимаете, и создала, сделала эту тему или показала, и все говорят, ой, а я думала вот на эту тему. Так они же вас слышат и подсознательно передают. Конечно, они не приходят на чай и говорят, вот создай такую тему, а просто нет, никому проводить такую нельзя. Можно провести только ребенку, которому, то есть до 11 лет, посадить ребенка и вот капать. Значит, попросить в ладошки вот так протереть и капать, и ее посадить за алтарь. Только до 11 лет, дальше нельзя. Не смейте больше этот вопрос задавать. Не смейте, я устала говорить сто раз. шли по темной тропе через перекресток, Дуся, Маруся да Варвара, три дочери, Луки и Панамаря, три ведуни, три колдуни, три шептуни. Туся с глаз заговорит до речи. С глаз злой, завистливый, зеленый, черный, от страстного, от злобного, червонного и темного. Сгинь да уйди. Ингу освободи. Маруся нашепчет, зависть людская от Инги сойди, навоск впереди, глазами слезами воска капай, в огне сгори, завистливый с глаз сомкнись да помри. Варвара скажет, да прикажет, порчи, корчи, уроки да призоры. С Инги сойдите, на соль перейдите, на землю уйдите, а Ингу от сглаза дурного освободите. Три сестры, три ведуни, три колдуни, три шептуни, Дуся, Маруся да Варвара, три дочери Луки и Панамаря отчитали и отшептали с меня с глаз злой сняли, а вселенная им в этом деле в помощь. Заклято. Да, детям можно сделать от злых чар грузинскую чистку, я давала, она довольно сильная. Еще дам. еще одно начнем капать и читать. Да, потому что вы пропускаете через себя эти слова, очень может быть, что эти симптомы у вас происходят, даже если вы не делаете чистку еще пока. Шли по темной тропе да через перекресток Дуся, Маруся да Варвара, три дочери Луки и Панамаря, три ведуни, три колдуни, три шептуни. Дуся с глаз заговорит до речи, с глаз злой завистливый, зеленый, черный, от страстного, от злобного, от червонного, от темного сгинь да уйди, ингу освободи. Маруся нашепчет зависть людская, от инги сойди на воск впереди, слезами воска капай в огне, сгори, завистливый с глаз, глаз сомкнись да помри, Варвара скажет да прикажет, порчи, корчи, уроки да призоры, с инги сойдите, на соль перейдите, в землю уйдите, а ингу от сглаза дурного освободите. Три сестры, три ведуни, три колдуни, три шептуни, Туся, Маруся да Варвара, три дочери Луки Панамаря отчитали, отшитали, с меня с глаз сняли, а вселенная им в этом деле в помощь. Заклято. Хочу сказать для тех чмошников, которые говорят, вот у инги столько ритуалов от врагов, а у него все равно враги появляются. Если вы считаете, что вы мои враги, то мне вас жаль. Вот именно потому, что у меня есть очень много ритуалов от врагов, поэтому у меня появляются вот такие немышные, несчастные враги, как вы. Именно благодаря этим ритуалам ни один враг меня не одолел. Появляются такие примитивные, чмошные существа, которые двух слов связать не могут, над которыми все смеются, которые абсолютно никак не способны одолеть, потому что им не дан ни интеллект, ни сила воли, ни знания. Если вы считаете, что мои ритуалы на врагов как-то там, знаете, помогают мне наоборот обрести врагов, тут в другом смысле сказано, да, вы просто дуры, потому что как же она столько у нее ритуалов от врагов, а враги все равно есть, даже я появилась, сказала одна дура, мне там передали сегодня, я думаю, что за хрень вообще посмотреть, посмотреть две секунды, аж тошнило от смеха. Хотя я всех ругаю, говорю, хватит мне передавать, а это вот кишлаковские эти тупости. Так вот, именно потому, что у меня есть очень сильные ритуалы, поэтому никогда не появлялись и не появятся враги настолько сильные, чтобы смогли меня одолеть. А такие шапки, когда появляются, они только стимулируют меня еще больше и интереснее дарить работы людям. Вы считаете, что вы враги? Да вы херня на постном масле. Какие же вы враги? Если вы даже русский язык не знаете, если вы даже заглавий пишете с ошибками, с такими грубыми ошибками, что даже третий классник так не напишет, это вы враги Инги Хосроевой? Хрен из два вам. Какие вы враги? Вы просто гавкающие шавки. Враги появились у меня. Боже мой, какой ужас. У меня таких врагов в шавах, знаешь, сколько появляется, но почему-то оно не мешает мне дальше и дальше идти вперед, подниматься и добиваться еще большего-большего внимания и благодарности людей. Вот такие шавки появляются, это не враги, это шавки всего лишь. Враг – это тот, который сильнее меня будет. Тот, который сможет такое сделать, что я просто обалдею от того, что как же смогли меня так одолеть своим умом, интеллектом, знаниями, талантом. Вот это будет враг. А вы херня, какой вы враг? Вы что, врагами, что ли, себя считаете? Как же так? Столько ритуалов от врагов, даже я появилась, а ты кто вообще? Хрен с бугра, ты кто? Даже ты кто, например? Ни рожи твои не видно, ни твоих работ никто не знает, не знает, как тебя звать и кто ты есть. Обычная тявкающая шавка, просто шавка, понимаете? Мне одна дура пишет, вы знаете, она там на вас гадала, что-то говорила, что она вас одолеет, вот сказала красавица, появляется на картах, но самоутешение, сами себя радуют, утешают, вот они одолеют, карты показывают, что я лежу в депрессии, помираю, мне очень плохо. Очень хорошо, какие у вас замечательные карты вообще, и вы тоже такие замечательные дуры. И вы знаете, Инга, ну там все-таки она правду одну сказала, вот сказала, что вы в ближайшее время подарок получите, и вы правда подарок получили. Я говорю, слушайте, вы вообще, ну у вас, вы настолько тупорылы, я говорю, больше сюда не пишите в жизни. Она сказала, что на картах увидела, что я скоро времени подарок получу. Да твою мать, я подарок получаю каждый божий день. Тут не надо быть гением, не надо быть нострадамусом, чтобы знать, что я получу подарок. Вы представляете, она вот попала в точку, вот сказала подарок, а вы показали потом подарок. Да блин, они эти шапки знают, что я этот подарок получаю каждый день. Много мозгов надо, чтобы сказать, вот ясно вижу, она получит сегодня подарок. Не сегодня, я сказала, в ближайшее время у нее будет подарок. Попала, она все-таки увидела. Ой, сука. Извините, конечно. Это все равно, как сказать, в ближайшее время она пойдет пить чай. Напророчила. Ну, она попала в точку. Я говорю, идите отсюда нахер вообще, идите. Я даже говорить не хочу об этой дуре. Она же все-таки угадала. А что там угадывать-то, вашу мать? Я эти подарки каждый день получаю. Что там угадывать-то? Угадала. Так, знаете, все могут напророчить и будут правы, и попадут в точку. Потому что я подарки получаю каждый день. Когда-то показываю, когда-то фотографирую, кто-то просит показать, кто-то говорит, можно не показывать. Но я каждый день получаю. Там не надо быть гением, чтобы знать, что я подарок получила. На тропу войны вышли они, меня одолеть. Уйдите вы в сраку, извините, конечно, за выражение. Давайте последний раз начитаем и пойду. На тропу войны вышли крысы. Особенно это колхоз. Меня так... Ни по-русски не знают. Непонятно вообще, как... Ну, просто вот... Даже удивительно, почему? Потому что обычно на Северном Кавказе русскоязычных людей больше. То есть они лучше владеют русским, чем приезжие из Кавказа, из Средней Азии. Потому как на Северном Кавказе в принципе все школы русские, русскоязычные люди. Они все... У них образование русское. И когда вот такие появляются, это знаете, что это вообще из каких-то этих потерянных аулов. Вот вообще из потерянных аулов, куда, знаете, на Ишаке только можно добраться. Там через семь гор Херова-Кукуева. Как там моя бабка говорила, у демона на херу там живут они. Ну, и такое выражение есть. Живут там у демона на херу. Это говорит о том, что настолько просто потерянное глухое село, что хрен ты туда доберешься. И вот они у демона на херу там сидящие, не знающие даже двух слов связать на русском языке, сидят, значит. Вот красавица, карты показывают, что красавица появилась. Это я и буду ее одолевать. Вот она сказала, что вот она красавица. Я говорю, а я откуда знаю красавица? Она или у нее морда, блин, как у нашего Ишака? Я ее не видела. Она какая красавица. Чем она будет меня одолевать? Каждый день тявкает на меня. Твою мать. Продолжайте. Все. Почему я такая злая? Потому что я так хочу. Я хочу быть злой. Не устраивает? Ебан забитая на китайскую гору. Могу выписать бесплатную путевку. Все. Продолжим, дорогие друзья. И еще раз делаем доступный, быстрый, очень легкий ритуал, по сути, но очень сильный, который тот же снимет это состояние. Понимаете? Все. А, ну это... Я не знаю. Я не смотрю их. Я не смотрю. Я не знаю, Белла. Я понятия не имею. Мне просто вот как скажут, ой, она вот сказала, она то, это вот. Я уже пресекла, сказала, хватит вот с этой дурой. Уже мне неинтересно вообще. Много, реально много чести. И так много говорим о них. Просто потому, что клоуны. Знаете, не говорить не получается. Потому что клоуны реальные. И поэтому говорить, вот они сидят, сами себя утешают, сами как кого-то там гадают, чего-то там смотрят, у кого что будет. А знаете, что будет? Будет, как и с другими шавками. Будут сидеть, постоянно капать на мозги, что-то снимать, снимать, посмотрят, что вообще, ну, ноль реакции, ничего все равно не меняется. Как была я, так и есть. Как благодарили, так и благодарят, и одаривают. И просто постепенно, постепенно начнет, ну, просто устанут. Они устают потом. смотришь, они сгинули куда-то, кто-то помер, у кого-то там сын помер, еще что-нибудь. Вон была одна у нее, ребенок сгорел. Ну, уже сразу резко отошли. Нет, это не соляной столб. Соляной столб совершенно другой, Андрей. Не путайте людей. Так что вышли из, знаете, ну, да, с предложением, я не смотрела, Валида, я не знаю. Люди, которым я помогла, люди, которым я поменяла жизнь, им столько хочешь, говори, что хочешь, говори плохого обо мне, они вообще чихали. Они чихали с высокой колокольни. Так вот, значит, что я хотела сказать? Как называется-то место про демона, ты уже забыла. Нет, я злая с дураками, Оксана, он прав, с идиотами, с таунами я злая, с нормальными людьми, да. Да, у демона нахеру сидят, там и живут. Все, продолжим. Это тоже, да, как у моей бабушки, книга джиннов, когда там показали, что это от фотографии Лавея там разрисовано, он сразу, сразу, наверное, я даже не знаю, что там потом, но просто мне кажется, что лоханулись по полной программе. Бабушка. Пахлава, у тебя бабушка что там, с Лавеем что ли, кувыркалась в храме сатаны? Тебе, блин, великие книги передавала. Позорница, кишлакская колхоз. Пойдемте. И же через чело, через двадцатое колено, как всегда. Опять напомнить слова нашей Фаи? Голодный собак Лара. Успокойтесь. Продолжим. Да там алтари наших зрителей сегодня вы видели. У этих чмошниц, таких алтарей нету, не было нибудь никакой. Да, какие есть у наших зрителей. О чем говорит? Это говорит о том, что люди уважают силу, они обожают фортуну, они очень любят ее. Почему люди эти алтари сооружают? Почему они подготавливают? Они могли бы просто пойти, нашептать, начитать. Это любовь, очень большая любовь. Это благодарность. Если кто-то не будет тебе помогать, ты навряд ли захочешь прийти и благодарность, и алтарь, и камни купить, и монеты подарить, и вино налить, и навряд ли. Ты несколько раз делаешь, увидишь, не помогает, и все забросила. Это делают люди, которым она помогала, помогает. Сколько переехали на свое жилье, сколько смогли. Вот, это благодарность, это любовь к ней. Поэтому они и показывают эти алтари. Продолжим. Итак. Еще один раз читаю. И все. Потом это нужно вынести под дерево. Перевернуть это все, оставить. Можете перевернуть прям на черную ткань и вынести. Под деревом оставляйте, три монеты кидайте и говорите. Да, значит, Дусе, Марусе и Варваре. И уходите. И у вас сразу же, как только если что-то там тормознулось, тут же откроется. Это тут даже думать не о чем. Шли по темной тропе, да через перекресток, Дуся, Маруся да Варвара. Три дочери, Луки, Панамаре. Три ведуньи, Три колдуньи, Три шептуни. Дуся с глаз заговорит до речи. С глаз злой, Завистливый, зеленый, черный, От страстного, от злобного, Червонного и темного. Сгинь да уйди, Ингу освободи. Маруся нашепчет, Зависть людская, От Инги сойди, На воск впереди, Слезами воска капай, В огне сгори, Завистливый глаз, Сомкнись да помри. Варвара скажет, Да прикажет. Порчи, корчи, Уроки да призоры. С Инги сойдите, На соль перейдите, В землю уйдите, А Ингу от сглаза дурного Освободите. Три сестры, Три ведуньи, Три колдуньи, Три шептуни, Дуся, Маруся да Варвара, Три дочери, Луки, Панамаря, Отчитали, Отшептали, С меня с глаз, Злой сняли, А вселенная им в этом деле В помощь. Заклято. Давайте уже на последнюю свечу Тоже сделаю, Поскольку я его уже Как бы использовала. Видите, Как складно. Посмотрите, Как складно дали. Они сами пришли И сами продиктовали. Настолько, Как, вы знаете, Как реченька пошла. Начнем. Да, пьющие люди, Люди, Которые Живут только тем, Чтобы сквернословить, Чтобы на кого-то Что-то говорить. Они И не могут быть профессионалами. Профессионалу некогда. Я вам еще раз говорю, Весь день. Вот только сегодня Яна пришла, Меня заставила, Сделали там Этот, Пожарили Вот эти куриные Крылышки. Заставила меня Просто поесть, Потому что Со вчерашнего дня Я работаю, Легла спать, Устала под утро. Днем встала, Она говорит, Вы ничего не поели? Ну, Она обо мне заботится, Поэтому рядом. Я говорю, Ян, Я не хочу. Нет, Так не пойдет, Нельзя не есть. Вот они пришли, Естественно, Я не могу Людей не угостить. Вот они сделали Крыльшки, Принесли, Мы сели, Поели, Я дальше пошла Работать, Она дальше пошла Печатать. Некогда Некогда Херней Заниматься. Некогда Профессионал Не будет сидеть Каждый день Какую-то хрень Снимать. Эта дура Скачивает Ролики Из английских Документальных Фильмов. Причем, Самое смешное, Пять, Шесть сестер, Подруг, Каждая из них Скачала и написала Это мои работы. Да определитесь, А ну чьи работы-то вообще. Абсолютно далекое От них вообще Это все. То есть это не их Работа, Не их дом, Не их... Да плевать мне на них Вообще. Некогда, понимаете, Нету времени На всякую хрень. Нету. Вот этими Определяется профессионал. Есть ли время На всякую херню Или нету? Начнем. Шли по темной тропе Да через перекресток Дуся, Маруся Да Варвара. Три дочери Луки Панамаря. Три ведуньи, Три колдуньи, Три шептуньи. Дуся с глаз Заговорит До речи. С глаз Злой, Завистливый, Зеленый, Черный, Остратного, Отзлобного, Червонного и Темного. Сгинь да уйди, Ингу освободи. Маруся нашепчет Зависть людская От инги Сойди На воск Переди Слезами воска Капай В огне Сгори Завистливый С глаз Сомкнись Да помри Варвара Скажет Да прикажет Порчи, Корчи, Уроки До призоры С инги Сойдите На соль Перейдите В землю Уйдите А ингу От сглаза Дурного Освободите Три сестры Три ведуйни Три колдуни Три шептуни Дуся Маруся Да Варвара Три дочери Луки Панамаря Отчитали Отшептали С меня с глаз Злой Сняли А вселенная Им в этом В помощь Заклято Я надеюсь Что вы поняли Что здесь Я называю Своё имя Вы должны Называть Своё имя Просто я же Должна была Вам объяснить На своём примере Как это всё Снимается Всё дорогие Друзья Лидия А какой депрессии Может быть Депрессия уже Давно позади Уже всё Закончилось Уже всё Завершено Теперь Жить Работать Побеждать И так далее Депрессии Уже быть не может Всё страшное Ужасное Что могло быть В моей жизни Всё уже прошло Всё уже Пережито Всё уже 20 адов Пройдено Ни одна Из этих Кишлакских Тварей Даже половину Того Что я прошла Не пройдёт И после этого Не будет Помогать людям Никогда Ни у одной Из них Нет таких Знаний Исторических И в сфере Магии В сфере психологии Жизни Кто они такие Вообще Я понимаю Что я и так Уделяю очень много Внимания Но всё-таки Клоуны Раз напросились Сами Понимаете Просто пинаешь И смеёшься Самое смешное Когда вот столько Ритуалов от врагов А враги всё равно Появляются Неужели ты Кишлакское Существо Живущее На херу Демона Считаешь себя Моим врагом Ты мой враг Да ты Ноль По жизни И в жизни И во всём А магии С тобой Говорит не о чем Потому что ты Никто Чтобы С тобой О магии Говорит Ты вообще Никакого отношения Никогда Это нереально Я знаю Я знаю Я знаю Что вас бесит Моя армянская Самоуверенность Но вам придется С этим смиряться Хотите вы этого Или не хотите Абсолютно Наплевать Параллельно Моя армянская Самоуверенность Вас бесит И выводит Из равновесия Так вот Знаете Вы Существа Из кишлака Я представитель Очень древней Генетики Мой народ Веками Убивали Уничтожали Отнимали Последние Вот такие Кишлакские Существа Как вы Но мой народ Воспрял духом Создавал Поднимался И весь мир Знает Кто такие армяне Насколько они Живучие Сильные люди Талантливые И одаренные Так что Иди-ка вы Лесом Обратно В этого На то место У дьявола Откуда вы пришли Идите туда Вы никогда Ничего со мной Не сделаете Тысячи Миллион Таких Как ты Нихера Со мной Не сделают Потому что Вы даже Грязи У моих ног Не стойте Вы никто А моя Армянская Тщеславие И самоуверенность Была Есть И будет Потому что Имею на это Полное право Я спасла Сотни тысяч Жизней В отличие от вас Чумошные существа Из кишлака Поняли меня теперь Вот теперь Ёбан забитая Всем удачи Всех благ Пожалуйста Еще одна работа Прямо от авторов Прямо от трех Ведьм В руки Берите и делайте Всем удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому